Добрый вечер, уважаемые коллеги. Потерпите еще чуть-чуть. Я постараюсь очень быстро, без исторических справок, хотя я их подготовила. И вот первый слайд, это как раз история образования нашего института. Вы сами его посмотрите, я вам скажу только о том, что в 1989 году, в августе, в составе РОНС был организован научно-исследовательский институт детской онкологии и гематологии. Его возглавил академик Крамн, профессор Лев Абрамович Дурнов. На сегодняшний день наш институт состоит из 12 подразделений, в которых в их состав входит первое в нашей стране подразделение трансплантации костного мозга, а также у нас есть отделение реабилитации, которое находится под Москвой в поселке Липке. И первое, с чего мы начинаем работу с нашими родителями, это информация. Информация, которую мы даем при поступлении, это на уровне приемного отделения начинается работа с родителями. То есть, по сути, вместе с информированным согласием мы даем родителям перечень продуктов, которые они могут привозить в наш институт для того, чтобы накормить своих малышей какими-то особо любимыми продуктами. А также малышей, которые к нам поступают, и взрослые ребята, нуждаются в любви, повышенном внимании и сочувствии. Это истинная, она положена в основу работы нашего медицинского персонала. Как я уже говорила, на первом месте стоит информированность. В процессе лечения врач и в доступной форме обязательно информирует родителей обо всех назначениях, объясняет необходимость и целесообразность проведения того или иного дополнительного исследования. Так как дети, родители иногда чувствуют вину по отношению к заболевшему ребенку, и они начинают уходить от некоторых назначений, начинают жалеть его лишний раз, им кажется, что мы причиняем им боль. Так вот, основная задача врача – донести до родителей информацию о том, что все назначения делаются правильно и что все это делается во благо ребенка и его лечения. Все вопросы относительно режима питания и лечения больного ребенка решает врач. Именно он несет основную моральную правовую ответственность за состояние ребенка. Однако неподобающее и несвоевременное выполнение врачебных манипуляций родителями вне стационара может в значительной мере навредить успешности лечению. Итак, пять столпов работы с нашими родителями. И первый из них – это инфекционная безопасность. Я сделала немножко такие веселые слайды, чтобы вы немножко расслабились после такого тяжелого дня. На первом месте стоит основной столб инфекционной безопасности – это гигиена. Сегодня уже много об этом говорили. Это гигиена рук. Гигиена рук – это общий термин, относящийся к чищению рук от загрязнения, населяющей его микрофлоры, которая бывает транзиторной и резидентной. Медицинская сестра объясняет, чем отличается гигиеническое мытье рук от гигиенической обработки с антисептиком и рассказывает, как правильно соблюдать гигиену ребенка, умывать, проводить ежедневный туалет, переодевать, чтобы не повредить катетеры и повязки, ухаживать за кожей, волосами, ушами, глазами, полостью рта. Вы сами знаете, как важно следить за полостью рта наших пациентов. И мы назначаем полоскание, и полоскание должно проводиться родителями по той схеме, которую назначает врач. Также в случаях применения высокодозной терапии на фоне этого снижения иммунитета ребенка медицинская сестра объясняет, почему ношение маски на территории отделения и за ее пределами обязательно. Контролирует наличие сменной одежды и обуви. У наших родителей три сменных комплекта одежды. Один для нахождения в палате, другой для перемещения по стационару и третий для выхода с ребенком на улицу на прогулке. Также строго следится за ношением хлопчат-бумажных носок и родителям, и ребенкам. Вы знаете, что микозы не дремлют. Особое внимание мы уделяем игрушкам. Согласно санитарно-гигиеническим нормам, игрушки, используемые в детском отделении, должны быть безопасны для их здоровья. Под своей конструкцией, весу, размером они должны отвечать морфофункциональным особенностям детей, тех возрастных групп, которым они предназначены. Детали игрушек. Игр, которым могут прикасаться губами, дети и погремушки, должны быть изготовлены из материалов, которые не впитывают влагу и легко дезинфицируются. Медицинская сестра, соответственно, рассказывает родителям, как обрабатывать игрушки, что нельзя их поднимать с пола. Если их поднимают с пола, их обязательно дезинфицируют, прежде чем подавать ребенку. И еще о мытье рук. Мы проводили совещание, даже не совещание, собрание с родителями. И родителям задавали вопрос, сколько раз вы обрабатываете руки, прежде чем подойти к ребенку. Называли разные цифры. Но только после того, как до них донесли информацию о качестве обработки рук, дело сдвинулось с мертвой точки. И родители поняли, наконец, для чего им это нужно. Значит, особый режим инфекционной безопасности разработан для наших маленьких пациентов, находящихся на лечении в отделении трансплантации костного мозга. Так как здесь есть стерильный период, когда пациент находится в стерильном боксе. Срок пребывания в этом периоде колеблется от 10 до 20 дней. Перед поступлением в отделение беседу с родителями проводит старшая медицинская сестра. Она разработала специальные памятки для родителей, которые выдаются на руки вместе с информированным согласием на процедуры. Их можно прочитать в спокойной обстановке и уточнить все неясные моменты. А потом обсудить их либо с врачом, либо со старшей медицинской сестрой, либо с постовой. И также особый раздел инфекционной безопасности – это обучение родителей уходу за системами жизнеобеспечения. При наличии у детей сосудистых катетеров, назогастральных зондов, трахеотомических трубок, калоприемников, мочевых катетеров, различных помп и носовых катетеров для подачи кислорода. Вы знаете, что мы детей после химиотерапии выпускаем из стационара. И поэтому мы должны родителей обучить уходу за этими системами. Итак, мы переходим к следующему разделу. Лекарственная безопасность. Медицинская сестра при разговоре с родителями и обсуждении тех лекарственных препаратов, которые назначил врач, объясняет, что лекарственные препараты может назначить только врач. И самолечение в случае с их ребенком недопустимо. Нельзя давать таких препаратов, как БАД, витаминов, лекарственных трав без назначения врача. Необходимо соблюдать режим приема препаратов при нахождении вне стационара. Например, на длительной прогулке. Рассказываем о том, чем и в каком количестве надо запивать препарат. Учим правильно дозировать и правильно хранить предметы для дозирования лекарственных препаратов. Объясняем, почему необходимо своевременно приводить с ребенка с прогулки для приема препаратов и проведения инъекций. И для детей, получающих лечение в нашем стационаре, соответственно, очень важно соблюдение пищевой безопасности. Как я уже говорила, при поступлении выдается памятка родителям о том, какие продукты может употреблять ребенок во время проведения химиотерапии. Правильное иррациональное питание – элемент лечения для обеспечения организма ребенка веществами, необходимым для восстановления органов и тканей, пострадавших в процессе проведения химиотерапии и лучевого лечения. И нарушение рекомендаций по питанию может привести к негативным последствиям и развитию осложнений. Прежде всего, это соблюдение диеты. Пища должна содержать как можно меньшее количество живых микроорганизмов. Необходимо обратить внимание на срок годности продуктов. Мы обучаем этому родителям. Необходимо обратить внимание на условия хранения продуктов. А также очень важным является условие хранения после начала употребления продуктов. Блюда, приготовленные самостоятельно родителями, у нас хранятся в течение 12 часов. Я сама утром регулярно обхожу кухни, на которых готовят родители, и слежу за состоянием холодильников, в которых хранятся продукты. И, соответственно, делаются замечания, которые тут же исправляются старшими и постовыми медицинскими сестрами, а также родителями. Причем родителям каждый раз объясняем, почему это нужно сделать. Почему нужно лишний раз выбросить просроченные продукты и не держать приготовленную пищу больше 12 часов. Продукты питания, передаваемые в стерильный бокс, выдерживаются в переходном окне в течение 50 минут при включенной бактерицидной лампе. Врачами наших отделений разработаны, как я уже сказала, специальные перечни продуктов. Ну и следующее, чему мы обучаем родителей, это минимизация риска падения. Так как дети ослаблены, но это дети, и они все бегают, играют, ездят на самокатах. У нас есть специальные самокаты, они носятся по коридорам. И дети, соответственно, жажда жизни в них неистребима. И мы помогаем родителями, обсуждаем с ними мало того, что проблемы транспортировки из приемного отделения, но и также перемещение по стационару. Вопрос о виде транспортировки решает врач. И в зависимости от состояния больного ребенка. Если состояние удовлетворительное, то ребенок в состоянии старшего возраста в сопровождении родителей и медицинского работника направляет в стационар пешком. Некоторых детей целесообразнее доставить в отделение в кресле каталки. Медицинская сестра сопровождает и обучает родителей, как нужно вести кресло, чтобы причинить как можно меньше беспокойства ребенку. Тяжелых больных транспортируем на каталках. В палате ребенка с каталки перемещают над кровать. И прежде чем перенести ребенка, медицинская сестра проговаривает с родителями, кто где стоит, кто за что берет, как будет проходить перемещение. Если больного ребенка старшего возраста переносит один человек, то нужно подложить одну руку под лопатки, вторую под бедра, при этом ребенка просит обхватить родителя за шею. И спокойно перемещаем на кровать. Если больного ребенка переносит два человека, тогда один из них подкладывает руки под лопатки ребенка, ближе к шее и пояснице, другой под ягодицы и голени. При перенесении резко ослабленных детей нам нужен третий человек. Обычно это бывает уже медицинская сестра, которая страхует голову и шею. И есть еще несколько моментов. Именно минимизация риска падения – это падение с кровати. Они дети. Соответственно, мы страхуем их специальными решетками. Взрослым детям, лежащим, не разрешаем поднимать предмет из пола. Просим родителей, чтобы они это делали. И у маленьких детей, соответственно, мама должна находиться рядом. Если она выходит, то она просит медицинскую сестру подстраховать малыша, чтобы он не выпал из кровати. Ну и самое страшное – это удушение в кровати. Вы знаете, да, есть такое, когда мама обкладывает ребенка мягкими подушками, матрасами и может отойти на несколько минут. Так вот, мы проговариваем с родителями, чтобы они не делали этого. И ребенок постоянно должен находиться под контролем. И самое страшное в летней жару, вы знаете, это падение из окон. Так как фрамуги открыты, окна открыты, есть москитные сетки. Дети могут залезть на подоконник, мама отвернулась, ребенок опёрся на москитную сетку и поминай, как звали. Поэтому мы проговариваем с родителями те моменты, чтобы фрамуги были открыты только в вертикальном положении, и ребенок, соответственно, отстраховался. И, конечно, угроза падения во время гигиенических процедур в ванной на скользком полу резко возрастает. Необходимо обязательно страховать ребенка, и мы тоже проговариваем это с родителями. Ну и так я хочу заключить отдельную фразу, сказать, что все время, во время нахождения в стационаре рядом с нашими детьми находятся наши медицинские сёстры, которые рассказывают, показывают, страхуют, предостерегают, ну и оказывают всякую возможную помощь родителям. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Екатерина Борисовна. Есть вопросы, коллеги? В старшей медицине детского отделения центра имени Петрова нет вопросов? Нет имени Петрова. Нет, да? У меня есть вопрос по поводу кухонь. Это, скажем, то, от чего мы собираемся отойти в нашем учреждении. У нас одно отделение детское, кухня одна. Но так как питание у нас, в общем-то, хорошее, и родители детей кормят пищеблок, вот насколько это необходимо и насколько это можно? Вот с вашей точки зрения. Но мы от этого отказываться не будем и пока не собираемся, потому что дети приходят со своими пищевыми привычками. Мало того, что они больные, мы ещё, если их лишим домашней еды, вы сами понимаете, мы получим в ответ что? Негативную реакцию родителей и детей. Поэтому мы стараемся соблюдать максимальный санэпидрежим. То есть у нас есть ответственные старшие медицинские сёстры, которые следят за холодильниками, пищеблоком, соответственно, за состоянием посуды, за состоянием продуктов, которые родители привозят, и ежедневный обход с просмотром тумбочек и всего остального. Я вас поняла. Спасибо. Продолжение следует...